Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Вычитая Ветхий Завет, встречаются с такими сюжетами, когда тот или иной человек приобретает расположение у другого человека. Ну, как правило, простой человек становится симпатичным человеку, занимающему какое-то господствующее положение. Вот пример с Иосифом. Не успели его продать братья в рабство, как тут же он оказался востребованным у царя-телохранителя фараона, у слуги, у начальника-телохранителя фараона. И он его сразу же приближает к себе. Ну, в Библии не рассказывает, какими дарами обладал Иосиф, сын Якова. Но тот факт, что он выслал в себя расположение сразу же, это однозначно. Так же самое он выслал в себя расположение и у супруги этого начальника-телохранителя, но лучше, так сказать, с другой целью. Не будем говорить о Боге. И это чуть было его не сгубило. Но Господь его сохранил, даже в тюрьме, где он находился. И когда царь-фараон узнал о дарах, которые имеет Иосиф, а именно предсказывать сны, толковать сны, то это вызвало, с одной стороны, интерес фараона к нему, а с другой стороны, он увидел в нем мужа весьма мудрого. В любом случае, он вызвал у фараона симпатии. И вот в свете Библии, какие качества у людей вызывают симпатии? И какие антипатии? И что нам, православ, нужно делать для того, чтобы работать над собой в этом плане? Ведь одно дело, когда ты к себе не притягиваешь, ты хочешь, допустим, слов ищем Божьем, а как-то ты отталкиваешь их от себя, какими-то своими другими качествами. А другие люди умеют к себе привлечь людей слов и другими качествами. Вот как в свете Библии человеку себя воспитывать, чтобы он был не только желаем сам для других, но чтобы другие его желали послушать, увидеть, пообщаться с ним. Понятно. Но смотря кто царь и какое положение, политическая обстановка. Вот мы смотрим, выдвигались в выдающиеся какие-то должности люди, обладающие талантами усмирять других. Наполеон вовремя вышел, расстрелял, который там в это время не демонстрация была, и его сразу выдвинули, генерал Бонапар, дальше пошло. Так было с юляным отступником, с другими. Замечали, они очень сильные в военном деле, народ их избирал, выдвигал защитники. Минины, Пожарские, почему они имели этот авторитет? А они вовремя подняли голос в защиту страны. Мы говорим о мирских людях, что они замечают. А другие замечают, он берет самое главное. Он умеет из множества вариантов вычленять единственные, верные, неотразимые. Это у ученой степени, которая бывает. Работают несколько человек, и все это видят, и никто не понимает. Допустим, которые проложили линию, там на севере шведы, или кто, они, разве че, они обнаружили подземные запасы в море, газа, там нефти. Как? Они просто походили над признаком, стали думать, что что-то есть. Фрактует самолет, летает, и на широкоформатную пленку, тысячи буквально километров заснимают, а потом тщательно смотрят, и видят, что на волнах появляются какие-то петнышки. Да кто бы обратил на их внимание? Они говорят, именно здесь. Это идет выброс. Но они сразу поняли. Но они обыкновенные инженеры, ничего у них нет. А когда они все это сделали, посмотрели, да, Англия, это 1400 километров, если проложить туда газопровод, мы с тобой будем не миллионеры, а миллиардеры. И дальше показывается, все они это делают, фарахтуют платформу, каждый день надо платить 500 тысяч долларов за нее, каждый день. И все это показано. Как они этот трубопровод платят? Вот и все. Их выдвигают на это. Когда смотрят, лучше их никто не знает. Ну, естественно. И предлагают. В моей жизни это было неоднократно. А кто может выдвинуть это дело? Вот сейчас начальник вызывает его бригадиров, всех. Ну, кто-то я не знаю, как это, что-то. А мой бригадир, он сразу вышел, и я могу сказать. Есть такой человек, он мог бы это дело потянуть. А как? Он начинает говорить, и меня уже вызывает, и дальше идет разговор. Вот сейчас мы сидим за столом у батюшки. Это было два дня назад, престольный праздник у нас был, 16 сентября. Уже все, приступили к завтраку. Ну, и среди этих, как старший, приехавший священник, Филарет, он игумен, кажется так, и он был секретарем у епархии. Ну, и у него слова. А давай молчить где-то. И он за столом сидит, он бачку спрашивает, Игнатий, что-то будет говорить сегодня или нет. А по народу там много сидит здесь, сидят люди с большим образованием. Почему он именно этот вопрос задал? Батюшка его лыгнулся, и говорит, подожди, всему свое время. Ну, и в это время я встану. Он говорит, еще не пообедал. Пообедает, он вам наложит другой пищи. Как выдвигается? Неоднократно книги считают, а другого в другой раз привлекает качество смелости, которое граничит буквально в смысле с героизмом. Туда, Господи, веди твоих героев. Триады на сети. Книга порока Иоиля. Решительность. Вот это. А у меня нет этой решительности, но почему-то меня на эту должность все время выталкивает. Вот, глава Алтайской администрации, губернатор Карвин Александр Богданович решает создать советы из религиозных деятелей. Ну, православные узнали и забеспокоились. А кого? Там, допустим, 58 зарегистрировано разных сет. Этих сет таков с нами. За счет с ними равняет. Они приехали в безгоду недели, американизированные все. И они решили. Давайте объединяемся здесь в традиционные религии. Объединяемся с мусульманами. Ну, старообрядцы, это уже исконное здесь, с сиудаизмом и с сиудеями. Это традиционные. Написали они. Теперь вопрос идет о чем? Кто передаст? А если это не пойдет, тот человек сгорит. Что ты учишь? У него советники такие. Да кто ты такой? Тебя проверить самого надо. И они в епархии это решают и остановят выбор на мне. До этого они меня гнобили, до этого дня. Но тут обстоятельства сразу меняются. Меня на то же Сиосипа поднимают. Посылают двух благочинных. Смешно. На нашу маленькую комнатушку туда приезжают. Сейчас я не могу сказать двое они были или трое. Но благочинные. Барнаульский благочинный. Это у них Войтович отец Александр и Новоалтайский отец Михаил Погиблов. Фамилии-то какие. Погиблов. Вот мы их встречаем как положено. Я еще не знаю, что их побудило приехать. Тарас Путиса весна. Но что-то есть. Просто так они не придут. А в то время был другой епископ, который нас хвостом в гриву гнал. Максим Дмитриев. Приняли, говорили. И они тогда говорят, вот мы тут ебаки. Конечно, по благословению епископа. Сами по себе, чтобы они пошли и приехали ко мне, к отщепенцу, к отверженному, ну, к зеку, к каторжнику. Что бы брали-то? Ясное дело, что едут по благословению, осторожно, прощупываю. И вот вы слышали, вот камень создает это, комиссию такая, чтобы у него советники были. Зачем же там набирает таких-то? Это не надо. Если там мы должны быть. Мы главный генерал, это, я скажу. Я выслушал, мне до того смешно стало. Я едва сдерживаюсь, сижу, только глаза мои, если кто знает, уже смотрят, и вот что-то, что-то у него есть, что-то веселое такое. И все. Думаю, как им донести-то у них у всех, там, академии такие, а приехали к сторожу и к печневку. Понимаете? Благощинное, по благословению епископа, пойти в губернатору. То есть, козла отпущения нашли. Они скажут, ему терять нечего. Он пойдет, они там решили. Пойдет, пойдет. И выскажет? Выскажет. А где там еретиков? Он еретиков укрыть не любит, он их разнесет перед Камином, от них ничего не будет. То есть, я их разговор, который был у них там с епископом, я вам могу на бумагу не слышал, но зная их отношение ко мне и отношение с властями, я могу составить даже чуть не дословно, что они написали. А я не вижу еще у них этот папирус еще под мышкой. Я говорю, вы знаете что? Делать этого не надо. Как не надо? Давайте так рассудим. А я говорю, а почему вы меня избрали? Ну, вы такой рассудительный, смелый, вначале мои качества, говорить, которых у меня может никогда и не было. Ну, может что-то маленько сходится. Но что я козел отпущения и мальчик для битья, они меня избрали, это точно. Я говорю, вот какое дело, давайте рассмотрим. Карлик, кто он такой? Губернатор. Ну, кто губернатор? Не все, губернатор. Он не избран. Он ставленник. Ставленник Владимира Владимировича Путина. После гибели, которой был губернатор здесь Евдокима Михаил Сергеевич, этот, сатирик, он его поставил. Так, так, ставленник, и поэтому против Путина или против того, что делает Путин, он никогда не пойдет. Путин, у Путина такие советники, что они, ну, десятки претендентов на такую должность, это центр Сибири, самое богатейшее считается земледелем, все есть. Второе, он юрист высокого класса. Сам по себе юрист. Он там, где-то в Верках был. Отсюда вывод, что против уголовного, административного, против конституции его нигде не пойдет. А перед законом вы православные и юридики все равно не зарегистрированы. Так? Так, давайте дальше смотреть. Путин рядом с патриархом. И фотографируется, и на службе его побывает. И Путин против патриарха не пойдет. И патриарх против Путина не пойдет. Давайте рассуждать дальше. А они видят, поплыли. А один встает там и сразу подождите маленько, я позвоню. Звонит в емпархию. Здесь такой огромный потенциал. Ой, какой потенциал? Ну, тут открыто же все понятно. Биографию Карлина никто не скрывает. Фотографии Путина с этим... Ну, надо же объемно мыслить. Ну, нельзя одним... Вот сейчас надо у еретиков выдвинутые. И поэтому вам ездить не надо. Еретиков он выбрасывать не будет. Но без вас совета не будет. Главное это православное. Вы скажите, а мы не желаем. Вы имеете право отказаться? Конечно. И вы сегодня ему подадите, завтра его намерение создать этот совет рухнет, его не будет. Вы его уничтожите. Вот они сразу и позвонили в емпархию. Огромный потенциал. Мне до того смешно я чуть до живот не хватаюсь. Да я ничего не сказал. Половина не открыл. Я говорю, давайте дальше рассуждать. Вы поедете к тем, которые известно считались врагами православия и с ними союз закрещать. Годится ли это? И это в дальнейшем вам как аукнется-то? То есть вы беспринципные. Но если этот принцип вы знаете, что Шульхана Рух вас за скотов считает от животного семени произошли, найди лучшего христианина убей его у них написано то что говорят мусульмане вас вообще не за что люди писали. Да какие вы писания то не знаете. Поэтому вам не надо никуда ехать. Они уже собрались к ним ехать объединенными силами доволоть и все. Ничего не надо. Не засвечивайтесь. Не подавайте ничего. И сжайте домой и молитесь. А Карену положите и скажите мы не желаем быть. Просто не желаем все. А у меня там знакомая советница у него по религиозным культу Вологой Марина Маратовна. Сива такая. По-настоящему женщина. Она кажется кандидат наук. Преподает она в Алтайском государственном университете теологию и прочее. А она мне утром звонит. Я кажется с ней связался по телефону и говорю у вас совет такой будет? Такой. Я говорю тут решение почти принято. Я говорю я не знаю но видимо епархия примет решение не будет участвовать и ваш совет рассыпется. Она утром веселая радостная звонит Игнать Тихонович как вы сказали так и есть Карен дал указание никаких советов не надо. В один день все решили. Ой но мне до того смешно. Я в их глазах возвысил он на такие диферамбы стал. Вы когда еще мы молодые были а вы тут выступали против власти запробовать и с настоятелем так с благочином он вместо епископа был в этой еще отец Николай Павлович вы знаете вы как со знамением впереди нашли мы мы не выходили но мы вас поддерживали как как крысище по вакууму я за тебя а он говорит деньги сойдет под столом там когда были он говорит а ты-то что он говорит боюсь ты сам-то выступи боюсь а деньги выставят под столом вакууму вот мне все это припоминается тут вы сказали про Иосифа какой я Иосифа но что-то похожее вот притом у меня это не один раз такое было меня выставляют ну знают что сейчас его меня раздавят а у меня кому они меня послали предложили у меня с ними хорошее отношение налаживается я думаю они тоскуют эх как бы вы были там теперь бы тот а меня послали то не к кому-то а к первому секретарю крайкома партии и дальше то я пишу в ООН и благосклонный ответ эх нам надо было написать я и понимаю но изменить свое отношение ко мне они не могут они остаются теми же самыми жидами которые жмут выдавляя я имею ввиду не национальность а этими мамонистами для которых главный бог Мамона Вильзиулович я так называю его вот какие качества сегодня нужны ценятся особенно и перед властями конечно всегда оценилось это самоотвержение несмотря ни на что я врубаюсь в самую середину гвардии навожу там панику увертываясь они не могут меня схватить вот это вот и есть это очень ценится тебя где бы я в тюрьме был они меня выбирают туда вот перестройка началась депутатом пришли представители прессы меня выдвигают кандидаты депутаты а я никакой я не пойду никуда у меня уже мощью введение было сновидение там я видел куда ты лезешь я лезу под потолок а внизу кровать не покрыта я хлопнусь на нее вот вопрос мне этот интересен вот что ценят в людях если которые здесь ну вот приезжает сидит этот филарет такой сидел здесь где-то он ко мне приезжает а началось с чего вообще-то там такой патриарх выступил что надо образовывать миссионерские отделы Кирилл вот ну их дело и вдруг местную епархию митрополию поступает письмо с Грузии и пишет отец наум израиль борщуков вот вы там так делаете у вас такой человек живет какую пользу бы вам принес а вы его там зажимаете обо мне пишет он мой крестник и вот и вот филарет приехал от вот этого сергия митрополита от фараона пришел меня вывести из этого заточения как они меня окружили я тогда встал и говорю знаете если я у вас буду я буду вот в этом одеянии пожалуйста пожалуйста буду не один нас будет трое один у меня будет рядом там мач что я не раз слышу говорить вот я аппарат ставлю вот а один снимать будет все время я все занятия засниму и никого спрашивать не буду в интернет выставлять не-не пожалуйста пожалуйста а какие науки а география сиктоведение там ветхий новый завет то есть я взял пять кажется у них предметов и все это буду делать бесплатно да вы что бесплатно мне не нужны нет я не нуждаюсь у меня сухарей хватает вот он сидит у меня в комнате довольны я не знаю звонил он или нет я его награждаю книгами дарю имя аппарату накладываю целую охапку книг он от меня на машину несет все завтра я буду преподавать по сегодняшний день ни звука ни ничего что боязнь как бы чего не вышло как бы чего не было потому что против меня задействованы очень большие силы и там можно даже синонии некоторые цензорские отделы но ничего не могут найти и в монастырях и монахи все а найти ничего не могут 14 лет книги ну можно найти то чего-то нет они любыми путями экстремистки их занести не пошло экстремист это должен суд быть суд решает а на это не пошли ну где Путина нет сместить власть нет ну где экстремизм где это нацизм какой-то я возвышаю русский народ нет наоборот я русский человек и говорю русские люди не занимают должного положения потому и то они не достойны этого у меня доказательства и вот проходит время и по сегодняшний день его спросить бы кому они относили это Филарета я уже не спрашиваю я знаю он приехал все рассказал а в это время кто-то услышал я не сразу вы это хотите у вас спокойная обстановка что он будет говорить я буду говорить то что положено и никуда я ваших семинаристов не уйду ваши представители сидят здесь же рядом я зачем буду делать капитал ну представьте в одном только университете я веду занятия в университете а в нем 21 тысяча студентов я веду занятия в 18 лет в 18 лет а сидят представители разных администраций краевой администрации я их знаю представители ФСБ прокуратуры от судейской от милиции тут разношерстная разнокалиберная аудитория и ко мне ни одного нигде слова против это я в пяти университетах десятки школ во всех отделах милиции краевое отделение милиции городское ты представь сколько у меня прокуратуры суды заводы воинские счастья и три радиопрограммы веду телевидение за мной следят очень и очень внимательно неприятели и выступают КПР особенно но они ничего не находят просто вы восхваляете там кого-то чего-то то есть обвинения их они в моей книге для слова Божия написаны вот так я понимаю это качество смелый вышел и выступил и за собой повел это 5-6 качеств лидера ну вот я их стараюсь себе культивировать они мне от рождения даны вот я в тюрьме а у меня начальник тюрьмы полковник Соломин Александр Семенович постоянно вызывает побеседовать а тот как Иосиф из тюрьмы мне нужно позвонить никак нельзя вас КГБ ведет дело-то такое ну давай только быстро быстро позвоним он меня соединяет домашним позвонить чтобы принести сапоги я в валенках хрупаю там где-то ну и позвонил он нарушил что-то вот начальник политоотдела Ульяновский Владимир Александрович тоже приходит раздевается в камере сидит беседуем вот я могу похвалиться моим господом это я не привлекательностью ни угом ни ростом ни силой не выделяюсь вот это да когда на психиатрии был там врачи ценили они описали типографию четкая у него система большая сила воли то есть они все это показывают бесстрашно ходил в другие палаты перед преступниками призывал к покаянию а там убийцы сплошь сидят дальше с персоналом вежев ненавязчив ненавязчив как эти эритики там лезут где-то то есть выделяли качество по которым ко мне было такое отношение и когда меня они провожали что они мне могут сделать-то там сестры другое а они тайно ходили суетились семью а они два мешка купили и полные мешки загрузили всем что они казали что нужно от меня меня отправляют и наказали чтобы меня везде охраняли чтобы закрещенные не отобрали там разные галеты печенье какой-то что-то из посуды допустим чтобы свое в дороге было там ручки тетради бумаги два полных мешка я вышел со мной два братца рядом стоят что это благословение иосифа я это в жизни испытал тем более если бы я занимал должность губернатора у меня там так ну расположен губернатор а я для них никто это Новокузнец Кемеров я никто и Кемеровская и Пархия Новокузнецкая на меня особенно злобится может за то что такое добро мне там делали и Карамыс перевесил а теперь они выравнивают давят туда меня поносят никакие епархии только эти так вот я увязываю одно с другим потому что ну так это епархия а там полиция у Бога выверена я-то остаюсь тоже по отношению ко мне ни одна епархия так меня не поносит как они всякую мерзость говорят и при том что интересно полезно ни одного слова правильного если бы я был виной она не будет ой виной так там прелюбодей бор там верите нет они выдумывают а раз выдумывают я гляну если о ком они говорят я и того не знаю нет они ни одного слова доказать не могут они плут то есть они хотят более хлестко так показать что я был баптистом не был ни одного дня доказать могут да когда кажется я не был ну никак ну я говорю читайте я внучатный племянник Адольфа Гитлера ну еще из этого ну я его нацизм не поддерживаю считая это сатанизм а как человеком я считаю один из самых мудрых самых сильных самых любящих свой народ он революции не делал путем выборов пришел закон и все у него было народ его любил я обосную тебе свое мнение но если Бога нет он во всем был прав а если Бог есть то в нацизме это дьявол образа человека я же объясняю все тут непонятно и вот на ваш вопрос такой мне интересно это потому что в моей жизни это было не один раз не один у меня буквально из тюрьмы из заточения когда меня затащили в свои сердца законопадили ненавидят и вдруг вот так все распадалось и я выходил вот даже вчера где мы были брат-то не расположен а говорит я что-то предлагаю вот эти романы там кольца бетонные это я у него и у Павла его купил лучше Игнатия никто не платит и теперь я опять же явился к нему а он против его просто сразило на повало опять и не один а с собой привел десант целый и все это сделали как я тебе рассказываю как сегодня что ценится это знание Слова Божие вот у православных знания канона жития святых и святых отцов и чтобы главное главнейшее это жизнь твоя соответствовала тому что ты говоришь а если ты говоришь о ничего нет кто тебе поверит ты говоришь о трезвенности а тебя пьяного ведут с красными губами говорит Златоуст говоришь о леде Курево а сам втихаря где-то там смолишь стоишь вот так чтобы полностью ты соответствовал и вот выходит у нас проректор по ущербной счастью презентация моих первых восьми книг была за ним вот это я выпустил восемь книг в начале вот и он говорит Борис Васильевич Семкин он говорит вот я встречался с писателями считал их книги когда с ними встречаюсь они совсем не такие как они пишут они лукавят а вот у Лапкина так вот я его книги считал а с ним мало дел стал общаться я вижу это он я не могу найти ни одной срочки чтобы расходилось вот как он пишет такое он и есть так и говорит это его речь и я его знаю и советую всем приобрести эти книги они украсят любую библиотеку а о нем отзыв был у него от главного редактора это говорит у них самый умный во всем университете а там совет директоров этих академиков и он приезжал в нашу общину мы за столом посидели и он всегда расположен был и когда патриархия пыталась меня вышибить с университета он пришел и все это разъяснил зачем они это делают у них ничего нет а он придет стремляться в эту тумбу я понимаю вот работа вот деревня лагерь человек занимается заключенным почему они еще не делают а только за вами охотятся я же святая и говорю всю эту прессу видите как то есть они напали и они не знали куда ноги прятать после этого принесли бумагу а бумагу эту ректор видимо изорвал и выброс я не мог копию с нее снять но время-то идет и все меняется и Бог сделал так и просто мнение епископа Максима заменил а другого меня не убрали а его убрали ему приходится от меня прятаться теперь и вот продолжение этой темы следующий вопрос мы знаем слова апостола Павла в отношении священописания о котором он сказал что оно Богов вдохновенно поучительно назидательно и обличительно для образумления ну примерно так по тексту сказано и вот читая это писание находишь такие строки как у них сейчас трактористы которые своим трудом выходили где отставили рекорды у них все получалось работа как говорится спорилась и это вызывало у других людей у некоторых людей чувство зависти вместо того чтобы подтягивать свой уровень к уровню мастерства и профессионализма этих асов они вредили им мы рассказывали как-то что бросали в комбайн такие изощрения и уходили что ну это дьявольские уловки такие откуда у людей такое чувство как с этим бороться чувство зависти вреда как у тех фарисеев книжников которые Иисуса Кресту завидовали Пилат которому они дали его на суд тоже это прекрасно понимал вот как с этой бесхощенной бороться она ведь все-таки есть присутствует и приносит вреда много людям и тем которые у Бога благоволение приобрели и вредить тем которые этим делом занимаются зависть это такой порог которым трудно сознаваться человек сразу говорит а что я ему буду завидовать у него положение другое братья Стефан предали Иосифа по зависти они могли сказать Иосиф а мальчишки для чего вы не завидовали у него ничего и нет еще это было понятно он не может этого достигнуть и делает неправильные выводы отсюда не знаю написано с завистью дьявола смерть вошла в мир вот откуда идет главный зависть те что я говорю а вы хвалитесь есть чем хвалиться хвалящееся хвалить Господом это благодать Божия данная мне она это делает у меня нет ни талантов ничего таких я это признаю и это не я я смотрю написать книги даже это женщина вчера полуживая это а как вы книги пишете одна книга там у Павла и она ее просчитала и как пишете она сама у меня пишется я говорю стихи вот вопрос как пишется а книги это у меня материал есть я могу подать тем более я так говорю вопросы ответы у меня уже готовы все почему так быстро у меня первое как взрыв какой был 8 ну а вы кого-нибудь завидовали может быть завидовал может быть я не знаю один раз но это чувство зависти даже назвать нельзя был я у маптисов и там два брата таким высоким ростом и они вместе пели и голоса хорошие я как бы позавидовал господи мне бы тоже так хотелось и самому мысль а вот тебе дано то что доступ к сердцам людей быть проповедником миссионер но это ты потеряешь ты согласен мне как бы голос говорить я говорю нет и по сегодняшний день так и осталось ничего в этом не было я им не завидовал я их увидел один раз и больше никогда не видел но такое чувство к таланту которого у меня нет и я понял он мне не нужен мне некогда стоять тянуть там слоги какие-то петь рулады выводить у меня щетка ясно меща мою да острый я знаю я знаю людей которые именно завидуют мне завидуют это мне говорят да они просто завидуют вам а те сразу в крик да что ему завидовать там то другое а я вижу завидуют завидуют что он говорит я с этим человеком уже пять лет работал его не сдвинуть было вы встретились один раз он обратился к Богу как что за талант а мы мне стали говорить я учился где-то щетки невыни экстрасенсорики у знаменитых экстрасенсов колдунов я на этот вопрос тоже отвечаю и учился я не киприян карфагенский у меня знаний никаких нет ну а как вы находите ключик он говорит души вот я был и вымин сахар Кирилл и говорит а вот сейчас там убили на Украине Сашку Билова ну музычка вот вы бы могли с ним найти общий язык ну подойти и ключик его брать я говорю нет я бы искать не стал почему это я его образ это мой образ а мне самим собой не надо искать общий я так же ненавидел советскую власть у него репрессировали Дидьё так же любил справедливость готовился быть террористом это я я смотрел ну как до уверования после уверования конечно я бы просто засвидетельствовал и сказал тебя ждёт смерть смерть не судебная просто тебя убьют когда он прокурора таскает является в думе с автоматом ну а вах другие там этого не могли терпеть ну дали указания и устранили там где-то он был какой-то карась называлась это таверна таверна забегаловка вот такое дело меня неоднократно спрашивают а вот с этим человеком нашли бы где-то не знаю я не исследую но когда бывают почему-то у меня при одном одно место выплывает при другом другое вчера сестра сказала она смотри какая туча идёт а мы поедем а дождь как мы вернёмся у меня сразу эквестиаз 11-4 кто смотрит на облака тому не жать ты на облака смотришь и по этому огороде не убрать убрать сегодня а там видно будет как наполеон говорил главное вязать а там видно будет а только а я буду пока высчитываешь 10 тысяч там будет уже 20 тысяч а у меня было 5 я обернулся там уже 5 тысяч стоит рядом за мной кто-то вышел поднял пакет как Данкова старуха из Эргиль там рассказывает Горький найди себя а вы себя нашли это ваша ячеек а я не искал меня Христос нашёл и он мне открыл я свидетельствовал на корабле а были ли обращённые люди не знаю тут же я уволен уволился а в тюрьме был да были люди исследователь которым я допрашивал вёл сидела принял крещение полного погружения начальник тюрьмы умер по-христиански а уже в тюрьме там ночью по 7 становились сзади мне на колени молились я не говорил ничего я просто молился а днём-то я говорил вот такие мои ответы Володя подойди к нам Володя ну ладно хорошо подойди вот так вот вот так вот